о привет ты наверняка устал или устала наверное ты хочешь отдохнуть ну что ж мне даже есть для такого случая интересная такая информация которая возможно наоборот либо еще больше обессилит либо наполнит энергией заставить что-то копать и рисоваться эти дальше не останавливаться силы я думаю все таки силы должны появиться все больше и больше очень слишком много информации очень много чтобы и вот так вот просто пройти мимо сделать вид что ее нету что это все не имеет смысла многие мои видео про что он творил в прошлом искусство интеллект что это вообще было за концепция что какую силу на мид сейчас все эти явления мира чисел разные культы разные ритуалы разные проявления которые очень-очень перед лицом только бери и смотри читай ну кому есть дело нам есть дело на этом строится весь этот канал шелфер 923 убежище 923 номер этот код конечно непростой номер убежище пришел мне как идея игровой вселенной фоллаут там все убежище пронумерованы ну естественно я стал искать этот код и подумал почему бы не назвать этот код как убежище и получилось что-то вроде этого получилось что-то необыкновенное как стройубежище фильм построй убежище пока буря не пришла и вот такой вот убежище где мы находимся интересуемся всей этой машиной смерти как танк такой был мс-1 машина смерти его назвали да так можно назвать в принципе все что угодно что существует в этой бесконечной матрицы страданий и это интереснейшее видео я бы сказал она уникально дополняет очень многие видеоролики до человек оставь надежду всякий сюда входящий здесь нету не инопланетян не ярких образов будущего который так греет сердечко как сказано в фильме земля будущего будущее страшная штука конечно эта концепция такая гипотеза откровенно негативного сценария такого нету в этой гипотезе есть наслоение мыслей которые имеют место быть если так глянуть то все будет идти своим чередом нужные события будут иметь свое место в нужное время все как шло так и идет но ключевые рубиконы были есть и будут все по плану чему именно плану вопрос не самый легкий много кого каждый человек видит свою жизнь по-разному и получает по вере своей вера самый главный инструмент проецирования реальности люди реально недооценивать мощь и силу веры подписывайтесь на соцсети вконтакте или телеграм там где вам удобнее все по ссылкам в описании в комментариях там могут выходить какие-то такие материалы которые могут не войти видео кинет новые трейлеры точечные наблюдения и плюс вы еще никогда не пропустите новые видеоролики давайте переходить главному как-то мне попался текст про трезубец сразу подумал про число 311 такая ассоциация в том числе были у меня синхронии такие вот которые указали на это число и связь то есть три единички 311 то есть тут даже до сосредоточения единичек огромная флаги стран где он есть и символы в принципе смысл пришло много интересных идей самое начало это фильм мятежная луна именно луна обращу внимание опять вода и рога опять все та же самая ерунда или нет там были символы войск первородного мира треугольника ягве и прямо под ним была корона с тремя зубцами власть ока велика и сила его поистине безгранична или нет во всяком случае благодаря культистам сама ока вписана в круг это цикличность это бесконечность это бессмертие это ура борос это солнечный диск как раз таки вершина вверх солнечный символ мужской а вниз как в обливионе тринадцатого года фильм вода луна луна получается и солнце треугольник вверх и вниз это и есть 11 другое интерпретация 11 кексограмма тоже 11 гексагон виде куба на сатурне тоже 11 там бесконечный шторм страшных энергий даже мудрейший не скажет что именно происходит в центре шторма размером с две земли трезубец в руках сатаны играет ту же роль что и коса в руках аллегорической фигуре смерти а также символизирует принцип разделяя и властвуй таким образом трезубец в христианстве подобен кресту с одной стороны является символом казни и смерти с другой стороны освобождение воскресения то есть для смерти это оружие заколоть пожать жатва тут сразу понятно что к чему как и вообще что-то за дорожка такая необычная то есть по философии черного куба смерть это освобождение а ему пищи вот так это получается интересно если крест то же самое что и трезубец то получается важнейший и нового вида чуть по-другому изображенный символ некротики и забора живой энергии человека зачем аиду дьявол черту трезубец потому что это отлично сочетается с черным кубом высасывателем душ основная концепция я уже говорил в предыдущем видео про крест если сложить получится куб а в исторической традиции дьявол это наше подсознание эту информацию про сложить крест это вообще было случайно открыто даже помог кто-то подсказал и зрителей фактически центр нашей жизни то это самое подсознание дьявол что там лежит то и видишь вокруг что там лежит то и получаешь всю свою жизнь самая главная задача некротического черта было контролировать эту область чтобы хомячки вообще не поняли что ими руководит как тот кадр из мульта инсайда в тени знаете-то куда in the shadow там именно кубы на головах людей некротическая клетка для мозга лоботомии по полной операция проведена успешно тайная жатва тайная манипуляция такая тайная что хомячки широко закрытыми глазами даже когда этот слон в гостиной элиты сношается как дикие звери под статуи савауина сатурнале потоки людей с промытыми мозгами в ужасе кричат громче всех что моя хата с краю широко закрыты глаза так сильно что до боли сводит все лицо этот самый момент когда некротический черт ликует и знает что близится час его жатвы личной жатвы трезубец морской символ относящийся к рыбе еще ловили одновременно сетями или как паучья сеть паутинка та самая в в в трижды 23 триллионы сайтов смотреть нечего как свое время кабельная кстати вы уже поставили мне нравится я должен знать что вам это интересно рыбная ловля христианская тематика осириса царь морской стихии водолей нептун посейдон ловить людей как рыбу библейская тема у пап католических шапочки виде рыбных голов рыбикульт плюс отсылающих на дагона якобы мифического сразу вспомнился якобы выдуманный пантеон морских богов лавкрафта иногда молю темного черта щупальцами вылазит из треснутого неба пожать землю но как вы поняли не руку а все пожать интересно что если космос это вода то в принципе почему изображает что черный куб появляется из треснутого неба в принципе понять несложно купол треснул а вода это мир духов и вот он пришел из мира духов этот черт фактически черному кубу крест и трезубец нужны только для одного и того же вода это мир духов как я сказал вот он и пытается словленные души поймать в свои сети и пытает их об этом тоже было город бога куб это даже в библии есть зачитывал десяток раз водная тематика была открыта для меня случайно самое крайнее видео множество поминания воды это скрепляющее звено с тем что я в этом видео говорю и много других тезисно на канале последняя потоп город 666 нью-йорк мир духов вода человек состоит из воды отличный передатчик для энергии некра кому надо не будь человек из воды настолько сильно может и не было бы жанв под кодом 911 мемориалы с водой черномагические синхронии культ ассириуса наши дни это все по ссылкам смотрите описание комментарии просто посмотрите на фильм вторжение 2007 где некая хворь с кодом 24 где была паутина на стене его сети они повсюду он главный паучище тот самый из черной стороны некрас ловушки повсюду шоу в самом разгаре черномагические синхронии найдут тебя а может и нет но к без век ока сириуса не дремлющая следит за тобой как луна за труманом ты не спрячешься человек рогатый черт дышит тебя в затылок посмотрите на сериал lost где код 23 и некая корпорация дхарма на чем все держится на контроле некий центр логотип виде паутины некий центральный земной механизмок и за которым надо следить наше в кавычках земля это как коробочка хомячка разве можно сказать что коробка принадлежит хомяку и у него есть его собственность сосредоточение энергии трезубец это власть сила смерти перерождение это альфа и омега начало и конец 923 код и полный трындец тот же смысл был и в аквамэне многомиллионный фильм где был черный трезубец земля некрас некротическая и сам сидящий на дне океана отмечу в запертии как в темнице как темное божество в черном кубе он злобный и имеет свою армию архонтов демонов неких сущностей кочевников ходящих по ту сторону заглядывающих колодцы душ земных сматриваясь в хохочащее лицо безумия помните момент из библии где дьявол видимо с трезубцем будет посажен темницу на тысячи лет кажется это уже было и тысяча лет истекает и там есть такие слова что он будет выпущен на недолгое время и будут те кто за ним последует это будет происходить в эре водолея как раз таки и когда снова придет время подбивать счеты кто кому присоединился трупов будет столько что птицы насытятся ими как песчинок на морском берегу я ведь говорил об этом своих предыдущих видео про ключ которым откроют темницу что он выйдет величие своем и люди кто ему служил еще при его заточении буду даже рады себя отдать ему в жертву обещанный земной рай библейский если вы читали внимательно это и есть новая эра процветания слияние человека с и и цифровое все и сразу его правая рука энергия ассириуса с короной на голове пройдется по земле и не раз для приближения царствия его под кодом 24 и спрашиваю еще раз как в разговоре фильма вторжение про загадочную ик заразу кто наследует царство божие и конечно какого именно бога здесь не сверхъестественные существа боги здесь самого разглашенные черти которые некогда были либо просто технологиями но крайне развитыми либо иные расты населяющие колоссальный механизм землю обнуление не просто слова обнулить сравнять до нуля и создать новое чтобы что-то создать новое сперва нужно разрушить старое ключевая фраза прометея фильма кому как не знать эту истину истинному каменщику 800 88 градуса если хочешь спастись то иди навстречу божеству вот только какому да любому это один и тот же поэтому в ложках каменщиков абсолютно без разницы кто у тебя идол одна и та же дорога 23 несчастье и спасибо и и и и и и